итак друзья всем привет сегодня подготовим два микросервиса я думаю что их нужно сделать без использования иденти сервер то есть они будут равнозначные равноценные один назовем допустим юзер сервиса второй пусть будет ордер сервис ну в общем вот такая вот у нас будет конструкция собственно говоря нам принципе не важно как эти микросервисы называются ключевой момент показать как они должны взаимодействовать между собой при помощи робота mq в общем то при помощи очереди сообщений и в частности используя mass transit я создал папку которая называется communications with void message q и как вы понимаете здесь должно быть два солюшена то есть два микросервиса обособлены между собой более того каждый из них должен иметь свой собственный репозиторий обращаться к своей собственной базе данных именно так работают микросервисы собственно говоря в этом так как раз и сложность этих самих микросервисные вот это вот архитектуры когда абсолютно обособленные между собой проекты solution и работают с разными базами и сложность том что вот эти вот два и там три 500 миллион этих вот микросервисов между собой склеить скрепить используя специальные подходы паттерны ну и в общем то собственно и так далее но и первым делом давайте я сейчас создам открою visual studio я создаем новый проект надо сказать что у меня есть заготовки а вот вот они то есть для того чтобы у вас появились вот эти вот заготовочки да это микросервис темплейт с используем identity сервер там есть свагер ну и прочая хрень и собственно говоря есть микросервис темплейт тоже с используем свагеря но уже без identity сервера давайте я пока вот так вот сделаю я покажу как это сделать для начала смотреть первым делом можно установить экстеншен чтобы у вас появились эти шаблоны тут достаточно написать колобон гон пока один вот установить этот экстеншен появятся эти шаблоны и второй вариант открыть например гитхаб гитхабе найти микросервис темплейт в папке аутпут найти папку версию 3.1 и вот один темплейт и вот второй темплейт они последние по версии я предыдущей версии сохраняю на всякий случай но вот эти вот два файла скопировать в папку который называется соответственно visual studio это мой документ visual studio project and play ну там собственно говоря найдете в одном из предыдущих видео я показывал как это сделать если будут вопросы пишите я подскажу но я использую этот вариант потому что потому что я его использую ну и в общем-то а теперь я смогу создать первый проект могу использовать шаблон без identity сервера мне под не потребуется авторизация давайте я как и сказал его раньше назовем допустим юзер сервис и здесь соответственно тоже юзер сервис ну project name давайте так вот эй эй пи вот и мне нужно выбрать папку куда его положить я в папке project создал специальную папку которую как я сказал нажимается темплейт и вот сюда положим этот файл этот проект вернее этот solution с этими проектами как вы помните в этом шаблоне несколько проектов проект создался сейчас visual studio установит зависимости отлично все установлено я хочу показать что я использую именно in memory режим для db контекста чтобы не устанавливать реальный месса скейл сервер хотя в принципе это тоже можно сделать так entity фреймворк дизайн ну вот вот in memory то есть у меня сейчас все телодвижения всех моих работы с базы данных они будут происходить собственно говоря в режиме in memory здесь у меня пока ничего нет то есть на самом деле сущности здесь у меня пустые здесь есть только lock в принципе тоже можно удалить но я пока не буду этого делать я его оставлю и что касается второго сервиса давайте тоже его сразу создадим я снова воспользуюсь темплейтом пусть это будет темплейт и микросервис мы назовем orders order сервис ну в общем часто меня спрашивают почему я вот называю именно вот не orders сервис а order сервис то есть в единственном числе ну это как бы просто convention да можно сказать он мой собственный мой личный я только контроллера во множественном числе называя остальное понятно что order это сущность а сервис это его принадлежность например юзер сервис сервис то есть пользу в общем вы называть как хотите я думаю что я ответил на этот вопрос но просто так заведено и здесь опять order сервис но только уже добавим и пи и создадим этот проект отлично теперь у меня в папке коммуникейшн коммуникейшн как говорилось раньше созданы два солюшена в одном солюшене есть несколько проектов это один микросервис полоценный собственно говоря сам себе на уме который и второй что дальше ну в общем дело теперь за малым на самом деле есть у нас два микросервиса нужно сделать какие-то сущности до которые которые будут как-то между собой связаны возможно там по идентификатором или еще как-то на самом деле как бы первый вариант это создать реальную базу данных сделать миграции добавить этого делать не буду вы все это прекрасно без меня знаете как это делается если опять же не знаете ну напишите может быть следующих версия мы существующие сущности закинем базу данных на данный момент у меня есть два микросервиса order сервис и собственно говоря вот юзер сервис что для начала нужно сделать давайте давайте создадим какой-нибудь какой-нибудь класс да пусть он называется перс анджи си шарп давайте здесь создадим пару-тройку свойств ну например стринг пусть будет все все с ней нет давайте все-таки напишем у меня что-то нету нажал нейм давайте пусть это будет еще у нас какой-нибудь властный сейчас на данный момент я просто готовлю собственно говоря давайте тогда дает тайм когда родился человек и собственно говоря у нас будет перс он основная главная сущность возможно конечно нужно создать сущность менеджер сделать наследником у вас перс он ну я не буду этого делать я сделаю таким способом то есть по простому что максимально показать взаимодействие то есть у нас будет перс он нам соответственно нужно от него чтобы был идентификатор у меня здесь установлена сборка которая называется колобонг антифомор корр энтитис бейс там есть идентификаторы и в общем у меня здесь уже как видите вот f12 есть айди и в общем мне уже идентификатор для этой сущности не потребуется теперь мне нужно создать соответственно в базе данных у меня есть вот айди айдб ай аппликейшн дб контекст это сделан для юнит тестов здесь вот уже предопределенные есть я сделаю так control c систем свернул здесь напишу control в здесь напишу персон и здесь напишу пусть будет ну вот да вот такой не пипа лапер со ну просто так так лучше теперь у меня нужно чтобы этот интерфейс получил реализацию ну и в общем есть у меня логи есть у меня перс теперь собственно говоря что у меня в другом сервисе будут ну так называемый ордер да то есть пусть это будут договора какие то то есть персоны будут заключать договора и у них их может быть много то есть один ко многим и собственно говоря давайте именно это сейчас проделаем вот мои договора здесь создадим сущность который называется ордер нет правильно напишем ордер си шарп ну и в общем то у нас будет связь не явная потому что здесь у нас реальных персонов нету я такую заготовочку сделаем не такой сниппет есть зачем это дело мне тоже кстати спрашивает и вот почему у меня есть специальная туда explorer да и здесь есть подписка вот видите не подписка заготовка которая вот этот место туду она ищет везде колобонга потому что туду пишется во всех сорсах во всех проектах и на gs их и любимых любыми другими разработчиками а вот колобонга пишу только я соответственно я точно знаю что у меня здесь вот нужно что-то доделать перед тем как публиковать или готовить проект публикации я открываю эту закладку ищу где колобонга и точно знаю что мне нужно сделать в общем то вот вы спрашивали я ответил ну и в общем переключимся обратно в нашу тему здесь у меня тоже при установленном шаблоне есть identity сущность значит идентификатор у меня уже есть более того давайте здесь сделаем какой-нибудь там ну пусть это будет стринг я опять же сейчас надумываю какой-нибудь функционал пусть это будет номер договора пусть у нас будет pro date time допустим created created ну в смысле когда там заключили договор давайте еще создадим что у нас там может быть там ну допустим дисплей будет стринг какой-нибудь дискрипшен я сейчас не пытаюсь создать систему договоров я просто пытаюсь хоть чем-то наполнить немножечко чтобы можно было потом тестовыми данными забить это все и и и и забить на них вот ну и собственно говоря чтобы у нас появилась связь неявная связь другим сервисом сервисом персон мне нужно здесь создать гуид у меня везде в сервисах используется гуид я скачу здесь персон айди в общем то как вы понимаете теперь у меня у одного персона много может быть договоров то есть можно их найти по идентификатору и собственно говоря наступает момент что у нас ну во первых это все нужно базу данных запихать давайте как раз это сделаем опять же я здесь не мудрствуя лукаво скопирую уж прошу прощения за копипаст и здесь напишу ордер а здесь соответственно мне re-sharper предложат ордерс и теперь у меня появилась одна ошибка потому что не имплементированный интерфейс я имплементирую но и вынес его из системных чтобы не нарушать отчетности так сказать ну и в общем то теперь у меня есть сущности мы считаем что у нас отработали миграции все это сохранилось базу данных но для того чтобы у нас реальные ордеры появились реальные пользователи нужно каким-то образом наполнить вот это вот в этом месте вот этот вот контекст вот этими вот самым и ордерами и персонами давайте переключимся в предыдущий сервис и в общем то сделаем здесь одного персона вот таким вот образом контекст юзер свой я их назвал персунс ну ладно пусть будет персунс и да ну давайте вот так вот сделаем во первых мы можем это сделать это и синг здесь можем создать лист здесь скажем обязательно и вейт вар лист равен new а ну конечно же от range я оговорился и здесь напишем new вот так вот персун давайте их создадим парочку собственно здесь у нас будет юм персун давайте я вот таким вот образом сделаю дата рождения new date time ну пусть будет такой молодой совсем персун не удачно он родился в новый год ну не везет с кем не бывает все основе пусть будет она давайте его назовем давайте все будет писать по-русски анатолий прошу анатолиев не обижаться так давайте чтоб никого не набежать давайте евлам пить вот вот такой вот человек с очень интересный именем и last name у него будет ну тоже какой-нибудь там я не знаю сухо дрищев ну просто вот не счастливый человек так еще мне здесь потребуется идентификатор я его тоже буду подставлять явно у меня здесь есть гуид парс и здесь у меня есть быстрая клавиша которая может генерировать гуид если интересно потом расскажу но это вот первый персун который у нас будет и давайте добавим еще одного он уже будет немножечко постарше где-то вот лет на 20 и ему пусть повезет он в октябре родится причем 10 числа звать его будут ну допустим пусть будет давать по-русски ну вот таких вот два стоп давайте еще обновим такую штуку сделаем ну в общем как вы видите у меня теперь есть список персонов и теперь собственно говоря это на самом деле будет просто проверить они там не нет ни контроллера ничего чтобы проверить давайте сделаем контроль и такс ну на самом деле контроллер можно сделать тоже интересными способами причем двумя первый вариант использовать крут так называемый да когда по по образу и подобию как использовать не был фреймворк здесь вот у меня вот этот риддл он ли контроллер давайте пока временно сделаем этот вот самый контроллер чтобы посмотреть какие пользователи у нас есть и так я здесь сейчас создам какой-нибудь такой файл просто ой теперь я сделаю некоторое количество магии я использую сниппет нет и сниппет пиарсон ну в общем для того чтобы использовать сниппет нужно сделать какой-то фреймворк да то есть этот фреймворк позволяет мне максимально просто использовать мои собственно говоря наработки но и здесь мне нужно просто создать персенс контроллер с именем персенс и вот здесь еще мне нужно так смотрите у меня в сборке микросервис core есть уже микросервис not found exception но тем не менее у меня вот этот вот еще в моем текущем проекте вот корс exception есть его просто удалю потому что я же использую общую сборку для всех микросервисов где эти экзепшены есть но и в общем то как вы понимаете вот у меня получился набор классов есть какой-то персон менеджер я когда делал не был фреймворк я уже про это объяснял это на самом деле достаточно быстрый способ реализации вот этих вот самых крут операций и здесь я создал сейчас скажу в рай ты был контроллер собственно грязь сейчас запущу вряд ли конечно начать запустить потому что есть у меня некоторое количество ошибок да вот и мне нужно эти ошибки поправить давайте я это сделаю в общем ключевой момент в том что на самом деле я не стремлюсь к тому чтобы вас заставить использовать эти фреймворки я хочу просто создать максимально быстро сервис который собственно говоря потом мы будем использовать как вы создали сервис или как вы будете использовать это сугубо ваши личные проблемы поэтому хотите используйте не был фреймворк хотите нет в общем это как бы на ваше усмотрение у меня ошибок нет давайте попробуем запустить сейчас у меня теоретически должен появиться конс контроллер persons в котором есть некоторое количество методов я надеюсь что там появится полный крут вот я запустился вот контроллер persons а вот как раз метод собственно говоря вот сколько я потратил время на то чтобы создать да с этого со сниппетом у меня есть уже полноценное количество операций которые могут там создавать и удалять сейчас у меня кое-что не сработает потому что не зарегистрированы некоторые зависимости ну давайте я так вот сделаю я скажу get пейджет я хочу получить возможность вызвать временный и мне сейчас система скажет что пейдж нужен чтобы был 10 ну давайте поставим 10 пейдж сайс можно сделать дефолтный класс мы среди ко все работает очень странно давайте сделаем эти сделаем поста этом в конце концов а ну правильно вот и вот почему не работает объясню смотрите мне сейчас пустой в модула и мне единственное что нужно сейчас я нажму стоп и и объясню для того чтобы у меня вся вот эта штукенция заработала вот в этом файле ну во первых меня видите person create viewmodel он пустой для этого мне нужно сходить в person взять вот эти вот штуки добавить их вот сюда для viewmodel мне нужно добавить их сюда то есть для апдейта и для person viewmodel я хочу чтобы они мне тоже показывались здесь у меня тоже есть то есть я мне нужно настроить для персона его viewmodel на сохранение на выдачу наружу и собственно говоря еще остальные я сейчас хочу перенести вот эти вот файлы person viewmodel person create viewmodel и person update viewmodel в папку ну какую-нибудь тоже такую хорошую папку давайте придумаем что у нас инфраструкция давайте вот так вот напишем инфра стра нет неправильно ин а строкча и давайте слэш viewmodel снова чтобы чтобы был порядок отлично теперь мне нужно маппер конфигурэйшн перенести в папку инфраструкция мапперс и собственно говоря давайте сделаю еще вот так вот попроще у меня здесь есть брэйт был контроллер эти я перенес вот person manager я сделаю вот так вот вытащить все файлы наружу вот ну а теперь у меня есть вот person manager я перетащу три вот менеджеры для порядка вы опять же хотите делать и хотите нет валидаторы это тут у меня есть вот давайте нет не так валидейшн да вот валидейшн контроллер остается в контроллерах так и факторе и факторе мы добавим вот сюда факторе ну и в общем то у меня остался чистый контроллер вот собственно игра вся его реализация find entity это мне не нужно я не собираюсь переопределять это то есть вот у меня крут контроллер который может выполнять какие-то действия на других наверное примерах я покажу как сделать по-другому да на другом сервисе но если опять же хватит время может быть даже в следующем видео и теперь мне нужно сделать что давайте попробуем создать давайте попробуем создать персона во первых мне сейчас он должен сказать да вот как раз что у нас транзакшен и memory ну не работает ладно это для примера это собственно говоря неважно просто мы конечно же пользоваться не будем а вот get page собственно говоря мы можем использовать для того чтобы посмотреть что у нас там есть сейчас у меня здесь ничего нет ну хотя что то есть тут all found я сейчас точно на персона смотрю до персона ну собственно говоря персонов конечно же я создал они у меня лежат в этом самом как он называет я отчет не понимаю почему она не маппит давайте проверим что у нас маппинги работают я кажется вспомнил там по умолчанию в шаблоне маппинги то есть вот тот маппер который настраивает вот person маппинг да здесь стоят везде игнор вот вот это вот мы сейчас уберем здесь person крылья здесь только фор мэмбар айди запятая options давайте вот так вот options игнор ну потому что когда вы создаете ой конечно же тут не должно быть так когда вы создаете view model ну какой нибудь новый person его идентификатора нет поэтому вы мы его игнорировать будем и на апдейт в принципе здесь тоже у нас ничего не нужно мне повезло у меня свойств мало и они целиком и полностью совпадает поэтому я сейчас вот это вот все уберу и сейчас нам этого будет достаточно для того чтобы отобразить список персона в которой мы я задал через сид метод я сейчас просто вызову старый метод нет не работает что-то я видим а нет работает я просто не видел ну и как вы видите у нас тут и в лампе и кандрать и они все на месте в общем-то сервис можно сказать готов у нас есть памяти пользователя и даже настроены view модулы close так следующим следующим этапом мы возьмемся за orders итак давайте переключимся в наш ордер закрываем все одним махом и собственно говоря как я предполагал в первом сервисе то есть юзер сервис мы сделали через крат операции то есть через одну сборку здесь эта сборка тоже установлена по умолчанию давайте вам покажу колобонга контроллер с вот она я ее отсюда сейчас удалю и вот почему я хочу показать как можно использовать другой принцип другой подход то есть использовать медиатор в шаблоны по умолчанию вшит вот этот самый крут а я сейчас хочу показать другой вариант для этого мне нужно установить наггет пакет который называется колобонга так кажется я забыл как он называется давайте полистаем так это было давайте напишем так вот контроллер с вот а сп нет кор контроль это обновление были давайте проверим гитинфо ну ладно это не принципиально бог на нее смотрите я удалил ту сборку в которой называлась колобонга юнитвор контроллерс и соответственно теперь все что я использовал для этого то есть вот эти вот контроллеры log read only контроллер и logs writeable контроллер они были сделаны для демонстрации мне сейчас не нужны я их удалю более того я удалю все необходимые так сказать необходимости для работы с этими самыми сборками я удалю мапперс валидейшн мапперс мапперс можно оставить кстати viewmodel и модел тоже можно удалить вообще можно на самом деле сущность удалить давайте я удалю сейчас почистим все хорошо и теперь мне здесь еще нужно удалить мапперс соответственно мне нужно удалить базы данных мне нужно удалить ее и отсюда в эту сущность лог и еще есть какие-то ошибки так это model configurations да мне тоже нужно удалить потому что у меня сущности нету поэтому конфигурировать мне нечего это лог сервис мне он тоже не нужен еще осталось 4 ошибки но это проще уже мне нужно remove in project и еще осталось 3 не было фреймворк депенденции здесь этот мне нужно удалить но при этом мне нужно добавить другой только я не помню как называется давайте попозже так лог сервис меня отсюда вот тоже нужно удалить и отлично осталось только вернуться вот как раз вот сюда да допустим вот в configuration я зайду и здесь напишу так вот services command и query вот 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 эта вот команда подключает вот эту самую новую сборку который я установил то есть колобонга . sp.netcore . controllers и сюда нужно передать type of startup . assembly все теперь у меня медиатор зарегистрирован более того есть некоторое количество классов которые уже как бы можно унаследоваться от них и сделать допустим тот же самый крут в сборку вшита я не уведу сейчас я попробую это показать но для начала да мне нужен какой-нибудь контроллер ой ну давайте назовем order orders контроллер c sharp ok сделаем его наследником от контроллер бейс она просто больше ничего не нужно шо и собственно говоря мне здесь нужен конструктор в который должен опустить а и медиатор и в общем то мне теперь нужно здесь сделать какой-нибудь экшен ну допустим get orders by или давайте так вот for user здесь мне нужен будет тот самый good пользовательский айди и в общем то да здесь не нужно добавить еще road ой здесь напишем api а здесь напишем контроллер в общем здесь мне нужно сделать http get get и action будет говорить о том что мне будет использован get user for этот и здесь нужно поставить идентификатор пользователя user id id и я поставлю constraint это может быть good сейчас у меня пока ничего не работает и почему мне на самом деле нужно создать ну вообще я вот как дело если у меня есть медиатор если я использую медиатор то я создаю папку orders в папке контроллер и соответственно у меня все что связано с сущностью order будет происходить здесь давайте я поправлю name space так что то у меня тут лишнее я нащелкал да и соответственно для того что у меня здесь что то сработало мне нужно сделать вот такую штуку нужно и сделать query ну или command соответственно и handler для слямого этого query ну так как у меня request то есть query я буду делать этот самый query собственно говоря мне здесь нужно сказать вот что var result равен await mediator send и здесь будет у меня так мне нужно get order for user order for user request вот так вот я его назову и сюда отдам тот самый user id сюда я подставлю еще http context request abort это тот самый токен cancellation токен и в общем то здесь вот у меня будет вот такая штука здесь мне нужно сделать соответственно здесь мне нужно сделать соответственно и sync task и соответственно мне нужно как раз создать этот самый order for user я пока его создам здесь это будет класс соответственно смотрите i request object это то что подставляет i mediator в сборке которую я установил колобон господов нет корр контроллерс там у меня есть request 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 base и собственно говоря он как сейчас давайте вам прям покажу user id так я хочу показать что этот request base он как раз и является наследником от i request тот самый то что подставил нам сейчас re-sharp по умолчанию ну и в общем то мне здесь нужно указать что я хочу получить какой результат я хочу получить коллекцию то есть это будет i и и numerable что там у нас order view model или если хотите i numerable order dto или еще как-нибудь там как я не знаю как вы хотите но я привык называть view model потому что все таки это то что ну в общем пусть остается view model и здесь у меня здесь есть такой view model base в котором есть всего лишь в 12 идентификатор вот и собственно говоря у нас есть control t order я просто скопируете поля и отдам сюда ну чтоб не заморачиваться на количество полей здесь делаю такую штуку напишу рекод это мой сниппет у вас его наверняка нету еще скажу что это у меня должен быть отдельный файл вот и собственно говоря мне здесь теперь вот этот вот view model он мне здесь теоретически не нужен но я хочу так сказать юзер айди равен ю юзера и динда и здесь конечно большую буквы и создать property гуид и и без сеттера в общем вот такой вот реквест у меня получился вы сейчас все поймете как это работает ну либо посмотреть как работает медиатор тогда тоже будет понятнее раз у меня есть реквест значит мне нужен handler и я делаю таким вот образом я копирую создаю public класс только здесь дописываю handler и здесь у меня есть реквест handler base и здесь у меня давайте вот так вот сделаем здесь я также должен указать тот самый реквест реквест у меня order for user request запятая здесь я должен указать response i enumerable order view model теперь я должен имплементировать нужные свойства собственно говоря метод который называется cancellation токен ой прошу прощения handle ну и как вы понимаете медиатор работает по простому принципу если есть у вас query у вас должен быть handler ну или command и должен быть handler я называю request потому что очень иногда трудно разделить понятие query и command ну если есть простой способ то есть command это когда вы что-то пишете в базу а query когда что-то читаете но пусть будет request не важно здесь я снова сделаю рекоды и сделаю потом да вот они все у меня прописываются сразу очень удобно и видно и в общем то мне здесь теперь нужно создать какой-нибудь ну теоретически я могу обратиться в базу данных но для того чтобы мне к ней туда обратиться мне нужно сначала в эту базу данных что-то запихнуть и давайте это сейчас и сделаем запихивать мы будем таким же образом как и в предыдущем сервисе то есть var list будет new list в моем случае это будет order здесь я напишу new order и собственно говоря дата создания будет new data time 20 10 ну вот такой вот попался там старый не важно нам это сейчас пока не принципиально здесь я хочу поставить такую штуку description ну пусть будет ордер для for user один здесь дальше у меня будет айди его нужно тоже сгенерировать quit parts у меня есть генератор специальная быстрая кнопка очень удобно когда по нажатию там win g у меня сразу генерится этот самый номер причем это не привязано к visual studio это вообще в любом месте так номер ну пусть у меня будет номер 90 U 89 T ну вот такой вот хочу просто номер и person ID так на person ID мне придется вернуться в предыдущий пользовательский сервис который мы создавали и посмотреть ну давайте вот у меня есть вот такой вот номер это для евлампия new ой нет давайте good parse control v вот вот этот ордер у меня будет для евлампия или кто там неважно этот создан допустим 12 числа user 1 parse этот будет уже пусть будет 90 оставляем тот же номер пользователя и давайте еще один создадим раз уж они так быстро создаются здесь будет 22 и здесь 91 и good нужно вот этот вот перегенерировать и соответственно говоря вот этот тоже а теперь мы сделаем почти то же самое но уже для другого пользователя control v сразу перегенерируем номера уникальные чтобы мы их не потеряли дата создания ну пусть будет здесь 7 здесь будет 8 здесь 1 здесь уже для пользователя 2 здесь номер будет 00190 а здесь 00190 да пусть будет так и еще раз вернемся в предыдущую скопируем для кондратья его уникальный номер и вставим person id для кондратья два раза как вы поняли у нас для евлампия будет 3 ордера в смысле договора да а для собственно этого квадратия будет один нет два ну и в общем смотрите сейчас у меня вот в этом реквесте давайте тогда уж сразу сделаем что мне тут нужно мне нужно здесь получить iunit work unit work я хочу его сделать print only и здесь соответственно что ну во первых у меня var user id находится в реквесте в реквесте в тот самый user id я нажимаю в 12 смотрите куда я прыгнул на то самое свойство тот самый GUID который приходит и обновляется использовать ой из конструктора который в свою очередь попадает отсюда все очень просто и логично ну опять же на мой взгляд дальше нам нужен пользовательский ордерс ордерс у нас лежат в unit work get repository order так это у нас репозиторий давайте вот так вот хотя давайте так сделаем get all и в общем то здесь мне нужно написать where ну давайте так и напишем where здесь мы используем lambda соответственно person id равен user id ну и в общем то теперь мне нужно собственно говоря что сделать мне нужно теперь order сделать маппинг на order view model давайте так напишем для этого кстати мне нужно получить здесь я делаю вот так iMapper он кстати тоже уже установлен и сделаем его return для свойства здесь делаем подчеркивание маппинг map и здесь нам нужно указать что мы во что маппинг iEnumerable order view model мы будем его из orders нет мы будем брать его из orders вот так вот ну и в общем там здесь мне нужно что сделать return ну да return здесь у нас task давайте сделаем async и здесь делаем ну return так во первых мне здесь маппинг нужно написать что это сущности ну и здесь вот этот самый маппинг и вернуть ну я сделал не сразу return а return маппинг чтобы здесь бряку потом поставить посмотреть и у нас здесь нет async вот ну она говорит что не нужно так делать давайте мы тогда уберем его она правильно совершенно говорит мы вернем вот таким вот образом task from result и вот так вот так вот будет красиво просто нигде не использовал и async его метод поэтому пусть будет так ну и в общем что раз у нас есть теперь как это называется ордеры в памяти в общем давайте поставлю две бряки я запущу сейчас эту штуку ну перед этим мне нужно скопировать а у меня он уже выделен сделки палки control c так здесь у нас два сейчас стартанет проект есть у нас orders я говорю хочу вызвать его я ввожу идентификатор мы попадаем в тот самый хендлер и в этом хендере мы смотрим что у нас user id задан мы находим ордеров они собственно говоря вот они пусто мы не нашли так давайте проверим что-то не получилось так где у нас f10 0 давайте сделаем по-другому смотрите unit of work у меня есть здесь db-context в этом db-контексте есть у меня ордер я сейчас без выборки хочу посмотреть вообще есть ли у меня что-нибудь в базе данных нет нету поэтому ничего не нашлось я нажимаю окей и у меня естественно здесь пусто ну это нормально давайте посмотрим почему мне это в базу не попало возможно я просто не подключил а ну конечно это было глупо создать но не добавить ну и так бывает как говорится и про старуху бывает порнуха async нет подождите await context range list что ж вы не говорите то ничего вот давайте попробуем еще раз выполнить этот метод на самом деле на самом деле очень удобно работать с базой данных хэммэмори варианте потому что так я это закрою потому что как бы ну это просто удобно не нужно заботиться о том как это отработала база ордеры должны сейчас появиться да вот они появились вот они замапились ну вернее они не замапились потому что сейчас будет ошибка что невозможно замапить да она говорит отсутствует маппинг ну да как-то я немножечко проперся но так тоже бывает давайте создадим этот самый маппер так я обычно называю ордер а дальше приписываю маппер конфигурэйшн соответственно для модул конфигурэйшн то есть для базы данных я приписываю модул конфигурэйшн в общем naming convention имеет значение у меня здесь в этом фреймворке есть вот так называем маппер конфигурэйшн бэйс и мне достаточно мой класс унаследовать от маппер конфигурэйшн бэйс создать конструктор в котором достаточно создать этот самый мэп я здесь маплю ордер на ордер view модул ну в общем то вы не поверите но это все это все потому что у меня свойства ордера как вы видите совпадает со свойствами view модулы поэтому у меня маппер очень легко настроился давайте запустим всю эту штуку теперь маппер автоматически подключит этот самый вот этот вот профиль и в общем то вы сейчас не поверите но все сработает очень легко и просто я говорю что я хочу вызвать нет не этот я хочу вызвать другой я хочу вот этот давайте вот так вот скопирую control c и скажу control v покажи ну как видите их тут три и они замапились и давайте теперь для второго для кондратья он тоже человек тоже дернем еще раз ну и то есть как вы видите два то есть все на самом деле сработало так как я предполагал на самом деле моя миссия выполнена я всего лишь нам всего хотел подготовить два микросервиса так называемых которые будут между собой связаны ну так вот знаете как это будет сказать то ну то есть не явно да то есть где-то какой-то идентификатор где-то очень похож с тем что есть другой то есть в одной базе одно в другое другое они между собой не связаны и в следующем видео будем уже непосредственно подключаться к этому rabbit я покажу как его настроить что для что для этого нужно я покажу как установить mass transit чтобы его вызвать покажу как создать консумер в общем дальше будет интересней ну и на самом деле я преследовал еще одну цель показать что вот эти шаблоны микросервисов они работают они работают для тестов особенно идеальный вариант и как начальная отправная точка для создания ваших микросервисов то есть установили шаблон подключили что нужно там базу данных identity сервер и в общем то это все будет работать из коробки грубо говоря опять же сам в каждом из микросервисов уже установлен этот крут которые были созданы для юзер сервис и есть возможность использовать медиатор то есть поставить другой nugget пакет удалив предыдущий собственно говоря можно их и вместе использовать то есть у меня есть такие микросервисы которые используют их вместе да то есть чем хорошо вот этот крут в том что он очень быстро можно из него создать крут операции вы видели как это быстро чем хорошо медиатор этот подход тем что он настолько кастомизированный что в одной папке как вы помните собственно говоря влезает весь функционал надо остановить проект вот то есть папка ордер ой то есть папки контроллер есть папка ордер и в нем собственно говоря и реквесты и концу смысле и хендлеры и мапперы и контроллеры и viewmodel и я могу вот в этом методе использовать какой захочу viewmodel ну в общем вы понимаете что гибкость очень гибкая да прошу прощения за каламбур на этом будем прощаться я не знаю нужно ли выкладывать вот эти проекты в гид если это потребуется напишите в комментариях я обязательно положу мне не жалко ну а на этом наверно пока все пишите комментарии спрашивайте задайте вопросы лайкайте там что нибудь подписывайтесь если хотите если не хотите пропустить следующее видео ну а на этом наверное вам всем пока да пока пока